Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как и всегда, мы снова на финансовых площадках и продолжаем анализировать новостной фон, сложившийся за последние дни. Неделя действительно была очень интересная. Я надеюсь, что еще более интересные события нас ждут впереди. И надеюсь, что они обойдутся без такой двузначной интерпретации, которая имела место быть в отношении американцев. Очень детально мы вчера разбирали ситуацию в отношении действия американского регулятора. Я надеюсь, что попробовали зайти с разных сторон в оценке этого фундамента. Ну и в целом, резюмируя опять же то, что я уже отмечал, очень странно было видеть вчерашний обвал. Да, не спорю с тем фактом, что доллар последовал за тем инструментом, за которым всегда следует. То есть, в данном случае, может быть, в отношении других активов рынка Форекс доллар является ведомым. Но если сравнивать опять же с американскими трежерис, в данном случае ведущим является уже именно долговой рынок. И обвал, опять же, доходности американских долговых бумаг стал причиной той слабости доллара. Ну, собственно, в отношении американца и то, что мы видели, еще разочек пробежимся по этому фундаменту сегодня. Потому что очень важно закрыть неделю с четким пониманием того, что произошло. Поскольку уверен, что в каком-то формате это событие будет влиять на поведение активов и на следующей неделе. Ну, а начнем мы сегодня, как и всегда, с нефти. Клосс вчерашнего дня 51,72. Сейчас актив торгуется чуть повыше, 51,78. В целом, вчерашний день умеренное снижение и хорошо. Потому что первые несколько дней мы видели, как бренд все-таки восстанавливался после серьезной просадки прошлой недели. Допускали то, что это консолидация. Она должна была случиться, потому что было бы странно увидеть еще больше, скажем, импульс для дополнительной коррекции. Нужно рынку передохнуть, взвесився за и против, оценить прошлый фундамент. Может быть, еще раз убедиться, опять же, для медведей в том, что этот инструмент будет снижаться и дальше. Для того, чтобы оказаться на более низких ценовых значениях. Мы с вами торгуем нефтью через поднижение. Я думаю, что в целом по этому рынку ничто сейчас не может испортить нам настроение. Потому что фундамент, который мы продолжаем анализировать, он по-прежнему сигнализирует о том, что мы все правильно делаем. Из интересных событий, как вы помните, поддержку, опять же, нефти оказала, пожалуй, только статистика по запасам нефти США. Американский институт нефти. Официальные данные в целом про конкретные цифры сейчас говорить не буду, чтобы не повторяться. Но тренд, который практически продолжался 10 недель подряд по росту запасов, был прерван. Не думаю и не стану, опять же, загадывать то, что дальше мы увидим снова снижение запасов. Вполне возможно, что ситуация изменится, потому что сокращение запасов было символично. После того, как мы видели прибавку, по сути, в формате 7-10 миллионов баррелей за неделю, снижение на 0,2-0,4 – это, конечно же, ерунда. Да и в целом такие объемы по снижению, они не способны, опять же, заставить нас отказаться от констатации факта исторических запасов, которые по-прежнему превышают 528 миллионов. Это в рамках американской экономики. Сегодня есть еще один важный отчет, традиционно Бейкер-Хьюз по количеству нефтиных терминалов. Я думаю, то, что мы смело можем ставить то, что снова перепишем максимум, годовой 617 штук сейчас, увидим уверен. Планку повыше, потому что я уже обращал ваше внимание на то, что даже цены в 35 долларов за баррель позволяют увеличивать и наращивать темпы развития этого бизнеса, поскольку он является рентабельным из-за используемых технологий. Поскольку сейчас у нас бренды WTI торгуются гораздо выше, значит, все лавры, собственно, руках, для того, чтобы предприниматели по-прежнему вкладывали в развитие этого бизнеса в рамках американской экономики. Думаю, что в понедельник мы с вами непременно вернемся к этому отчету и будем говорить уже о количестве терминалов 625. Это повлияет на объемы добычи, которые сейчас находятся на границе уже 9,05 миллионов баррелей. Это максимум больше, чем за год по штатам. Из позитивных, опять же, моментов для нефти, для тех, кто все-таки ищет этот позитив на рынке черного золота, хочу отметить комментарий министра энергетики Саудовской Аравии, который вернул, собственно, все внимание рынка снова к разговорам о перспективах действия энергетического пакта, отметив то, что, возможно, при определенных условиях, при необходимости регионы решат продлить действие этого соглашения до конца 2017 года. Но поскольку особой реакции рынка на эти комментарии не последовало, я сделал простой вывод о том, что прошлые комментарии Саудовской Аравии о том, что этот регион устал работать и терпеть нахлебников, я снова обращаю внимание на те регионы, которые взяли на себя обязательства по ограничению добычи, но не выполнили. Ну, конечно же, говорю про Россию. В связи с этим Саудовская Аравия уже подняла объемы добычи, уже это снова выше 10 миллионов баррелей, даже несмотря на ту фикцию по цифрам, которую мы видели в отчете ОПЕК по итогам прошлого месяца. И эта динамика будет продолжена и дальше. Я считаю, что будет и случиться чудо, если регионы, которые сейчас соблюдают условия сделки, решат продлить его за пределы первого полугодия. Но поскольку вероятность этого крайне низкая, все-таки объективно оценивая фундамент, я думаю, то, что рынок нефти продолжит копить силы и убеждать еще верящих в то, что этот инструмент может вырасти, убеждать в том, что будущее, оно в принципе предопределено. И супер высоких цен на нефть мы уже точно никогда не увидим. Вопрос только в том, где вот этот будет балансовый ценовой рубеж, который в любом случае, может быть, сейчас трудно оценить, но ясно и очевидно, что он находится гораздо ниже текущих значений. Поэтому я предлагаю вам, как и раньше, ставить на пробой поддержки 50 долларов за баррель по бренду. И если это случится, тогда дорога будет открыта к еще более низкому ценовому значению. 57.80 рубль у нас против американца торгуется тоже. Не совсем понятная, опять же, реакция российского валютного инструмента. Мы видели практически просадку нефти на 10%, при этом рубль осла против американцев всего лишь на несколько процентов. И вот стоило нефти в целом в рамках недели показать небольшой прирост, как в принципе пара USDRAP вернулась к тем уровням, тогда, когда нефть торговалась выше 56 долларов за баррель. Я считаю то, что это, опять же, проявление своего рода временного лага и оправданной реакции, которая должна обеспечить сырьевой инструмент, зависящий от цен на нефть, импульсом для ослабления. Вот когда это произойдет, если бы у меня была возможность точно вам сказать, я бы это сделал в первую очередь. Но пока нам приходится работать, на мой взгляд, с очевидной истиной того, что шансов на ослабление рубля гораздо выше, чем у укрепления. И интересно будет пообщаться, опять же, в ходе последующей конференции с теми, кто считает, что рубль все-таки имеет основания для роста против основных конкурентов. Собственно, пару слов сказал про конференции, вы можете ознакомиться с графиком того, где они пройдут, в каких городах на нашем сайте. И я, как и всегда, с огромным удовольствием познакомлюсь с каждым из вас, у кого будет физическая возможность присутствовать, собственно, на них. Дальше идем. Фунт против доллара. Не просто так я позволил себе сейчас оттеснить по, опять же, анализу доллар, евро, потому что фунт сейчас будет смотреться, уверен, интереснее. Ну, в рамках вчерашнего дня уж точно он был самым интересным активом, потому что мы видели, как трейдеры переключили свое внимание с заседания ФРС на то, что происходит по этому инструменту. Фунт очень волатилен. Причин для волатильности несколько – это активность БАКСа, это и уже прошедшее окончательное согласование законопроекта по Брекзиту. Напоминаю то, что во вторник мы с вами говорили, что Тереза Мэй получила полномочия инициировать 50-ю статью Лиссабонского договора, но для этого нужно получить одобрение королевы. Вчера это одобрение было получено. И еще один фактор повышенной волатильности – это ожидание референдума в Шотландии. Ни в коем случае не нужно недооценивать негативные последствия для британца этого новостного фона, потому что еще неделю назад все говорили о том, что это мулька, слух, которая присутствует на рынке. Сейчас к теме референдума в Шотландии присоединились уже и чиновники, и монетарные власти Терезы Мэй, которая дает периодические пресс-конференции, разумеется, по вопросам Брекзита, касается этой темы. В частности, последний комментарий – то, что меньше всего, что нужно сейчас – это увидеть еще один политический катаклизм в виде возможного референдума в Шотландии. И тут же последовали комментарии руководства Шотландии о том, что это дело только, соответственно, этого государства, и референдум, если и будет проведен, то уж точно не на условиях Терезы Мэй. Тучи сгущаются над этим фундаментом. Вы должны быть в курсе, особенно если торгуете британской валютой против любого оппонента, против любого конкурента, то, что мы можем столкнуться с очень резким обвалом британца. И он может произойти в любой момент. Хотя фунт уже неоднократно подтверждал то, что обычно показывают самые непредсказуемые и мощные движения тогда, когда рынок, в принципе, даже не готов к этому. Я имею в виду по содержанию новостного фунта. Вчера трейдеров не обделили из статистики. Заседал Банк Англии, принял решение сохранить незменными ключевые параметры денежно-кредитной политики. Ставка на прежнем уровне 0,25, объем покупатива 435. Тоже все без изменений. Почему фунт вырос? Потому что в первый раз за много последних недель, месяцев, можно сказать, решение было принято не единогласно. 8 из 9 голосующих членов проголосовали за то, что ставку не нужно повышать. И один, точнее, женского пола, Кристин Форбс, проголосовала за то, что ставку нужно повысить на 0,25%. Может быть, да и даже не может быть, именно снова первые предпосылки раскола в мнении, которые стали появляться в основной монетарной элите и стали причиной восстановления фунта, который мы видели. Также я хочу отметить позитивный, опять же, для фундаменталистов, покупающих фунт, комментарий со стороны Банка Англии о том, что последняя девальвация оказывает положительное влияние, соответственно, на национальных производителей, на конкурентоспособности и может обеспечить в первом квартале прирост даже ВВП. Прогноз был пересмотрен после этого с 0,5% на 0,6%. Может быть, травиды отреагировали и на это. Вы помните то, что я сохранял такой статус-кво в отношении торговли британцам. Вот какое-то время сейчас, в виде текущей котировки 1,2352. Сейчас, когда даже Тереза Мэй сделала акцент на референдум в Шотландии, возможность его проведения. И сейчас, когда от инициирования 50-й статьи нас отделяет в буквальном смысле считанные дни, это может случиться сегодня. Это может произойти на выходных. Это может произойти на следующей неделе. То есть, все меньше дни остается до конца марта, вот этой пограничной точки, когда Тереза Мэй изначально планировала инициировать эту статью. Не думаю то, что фунт отреагирует на нее позитивно. Поэтому сегодня я лично, субъективно встаю в Шорт и, соответственно, настраиваюсь на то, что пара фунт-доллар пойдет как минимум к отметке 1,20. Доллар японской иены из важных событий вчерашнего дня. Статистика по начальным строительствам. Динамика сохраняется, рынок недвижимости процветает, восстанавливается. Если интересуют фактически цифры, можете посмотреть их в календаре. Заявки на пособия по безработице. Наш еженедельный сигнал о состоянии рынка труда. Хорошая статистика. Уже 106-я неделя подряд ниже 300 тысяч. Лучше, чем прошлая неделя. 241 тысяч обращений против 243 тысяч. В целом, день был разгрузочный для американца против иены. Привязывать к какому-то фундаменту сейчас точно не стоит. И не нужно пытаться, опять же, объяснить слабость доллара тем, что ФРС разочаровал. Потому что, я снова повторяю, мы вчера с вами проанализировали фундамент и пришли к выводу о том, что ФРС, американский регулятор, дал сигналы, на которые настраивался рынок. Это сигнал фактического действия повышения процентной ставки. И сигнал о том, что два повышения процентной ставки, которые еще должны случиться до конца этого года, будут соответствовать обещанной и анонсированной постепенности. То есть, на сверхагрессивный подход мы с вами не настраивались. Поэтому фундаментальная картина по доллару ничуть не меняется. Я допускаю тот факт, точнее, даже не допуская, а уверен, что разгрузка доллара против иены, да и в целом против всего рынка, будет недолгой. И как только мы получим стоящий и хороший сигнал, может быть, со стороны, опять же, намека про стимулирующие реформы Трампа, может быть, более жесткую риторику, хотя жестче, наверное, уже быть не может, со стороны Джанет Йерен, которая повлияет на рыночное настроение, мы вернемся к покупкам доллара против иены и в краткосрочной перспективе. Но пока эти настроения не так очевидны. Поэтому я предлагаю двигаться в русле того понижательного микротренда, который мы сейчас наблюдаем. Сейчас котировки по USD иене 113.40. Я допускаю то, что пара доллара и японская иена может снова протестировать поддержку 112. Если хотите поторговать в краткосроке, вот вам как раз инвестиционная идея. Евро против доллара. Вчера европейская валюта получила очень серьезную поддержку после комментариев члена Управляющего Совета АЕС Ивальда Навотной, который отметил, что в ближайшее время Европейский Центральный Банк может скорректировать ставки по депозитам до ключевой ставки рефинансирования. То есть вывести ее с отрицательной зоны до нуля. Не знаю, как пропустили такие комментарии сами монетарные власти Европейского Центрального Банка, но рынок они вдохновили. То есть рынок снова зацепился за идею того, а не выйдет ли ЕЦБ из действующих экономических стимулов раньше обозначенных сроков. Я напоминаю вам то, что буквально неделю назад мы с вами говорили про Европейский Центральный Банк, про фактические действия и слушали речь Драги, который подчеркнул то, что таких разговоров даже не было. То, что действия, опять же, беспрецедентного стимулирования, они по-прежнему необходимы. Поэтому Евро будет, как и раньше, оставаться под таким долгосрочным давлением. И я надеюсь, что разворот произойдет в ближайшее время. Возможно, Евро также отреагировало позитивным образом на факт победы Марка Рюта на выборах, которые прошли в Нидерландах. И мы с вами уже делали акцент на то, что выборы в Нидерландах – это своего рода репетиция популизма антиевропейских настроений. В данном случае, вроде бы как, опять же, отсутствие неправильного решения электората и избирателей указывает на то, что многие регионы не хотят то, чтобы, скажем, отдельные страны оказывались вне валютного блока, вне Европейского Союза. Интересно будет посмотреть на результаты общественного настроения и уже фактически на итоги выборов во Франции, потому что вот эта тема будет гораздо интереснее, чем Нидерланды, хотя бы если сравнить потенциал и силу этих экономик. Поэтому по Евро я сохраняю короткие позиции. Надеюсь, что мы все-таки вернемся в район 1,057. USDCAD – здесь я снова предлагаю делать ставку на разницу доходности бумаг соответствующих регионов. Сделать ставку на то, что доллар должен оклематься в скорое время. Ну и продолжать готовиться, опять же, к очередному блоку слабых отчетов из Канады. Поэтому USDCAD сейчас у нас на отметке 1,3316. Все-таки пока можно еще поддержать, опять же, выжидательную позицию, то есть побытия в стране. Но когда мы вернемся, опять же, к конкретной рекомендации, она в любом случае будет направлена на рост доллара против Канадцы. И мы снова будем целиться в районе 1,35. Из других инструментов золота у нас из-за слабости доллара сейчас будет расти. Поэтому форсировать события до сигналов роста американца через коррекцию нефти не стоит. Точнее, коррекцию золота. К сожалению, золото, опять же, повело себя не так, как мы прогнозировали. Но это все следствие, причина той неоправданной и, на мой взгляд, по-прежнему крайне нелогичной реакции, которую показал доллар на решение американского регулятора. Я буду продолжать искать возможности для продажи. Покупать золото я не советую. В отличие от покупки американского фондового рынка, который вчера отступил от, скажем, практически максимальных уровней и планок из-за просадки, опять же, сектора компаний коммунального хозяйства. Опять же, если вас интересует непосредственно динамика американского фондового рынка, вы можете посмотреть по акциям, которые оказали наибольшее негативное влияние. Но, в целом, настрой позитивный будет сохраняться, потому что сейчас даже повышение процентной ставки в рамках США расценивается как позитивный знак. Хотя это как бы неправильно для фондовиков. Ставки повысили, логично, если, опять же, размышлять через клише по макро-статистике, это негативный знак для фондового рынка. Но повышение процентной ставки фондовиками сейчас оценивается как самое настоящее подтверждение сохраняющегося прогресса и наличия по-прежнему остающегося импульса роста американской экономики. И если американская экономика будет дальше процветать, соответственно, это позитив, от которого не отвертеться. Поэтому по СНП я настаиваю на то, что мы должны дотащить этот инструмент до отметки 2350 ровно. Из важных событий сегодняшнего дня в 16.15 промпроизводство по штатам. Думаю, что статистика снова будет хорошей. И в 21.00 Бейкер-Хьюз по нефтельным терминалам ждем прироста. И ждем еще пресса под конец недели, чтобы поднять настроение перед выходными по нефти. Надеюсь, что хотя бы этот инструмент нас не подведет. Собственно, на этом все, друзья. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, форум о маркетсе, канал на ютюбе. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить ваши лайки большие, пальцы, которые, как и всегда, я уже неоднократно повторял и неустанно повторять, имеют очень большое значение для меня. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.